Добружская паперовая фабрика «Герой працы» — одно из наистарейших промысловых предприемств у Гомельской области. Его история наличивает амаль полтора ста годя. Максиму Ружанкову показывают обстаревание, которое працует уже 120 лет. До речи, с часом на базе фабрики может быть открытый Республиканский музей в творчестве паперы и друкования. Такие идеи огучены под час визиту. Но по кулу предприемства крыхут иншие клопоты. Еще в 2015-м тут повинна была завершиться реализация инвестиционного проекта по техничным переоснащеням. Але до этого часу на новом заводе не выполнены усе пусконаладочные работы. Межтым новая вытворчасть под рабоя значных затрат на то, что тепление, что не предуглежено ниякими нормативами. Як выник снижение рентабельности вырабляемой продукции и немогчимость росту зарплаты. При тем, что специалисты необходимые квалификацию добрыши подрыхтованные. Фабрика на сегодняшний день практически укомплектована и до нового производства. Для нового производства мы провели обучение на рабочих местах. Мы провели обучение в Белорусском государственном технологическом университете и Республиканском центре нашего концерна «Белолезбонпром» Бобруйский. Людей на запуск производства и на первое время работы мы обеспечим. Паша сустрежа с коллективом фабрики «Герой працы» и першинаместник ироника администрации президента Максим Рыжанков закранная пытания, які хвалюють усіх – занятость, рост цен, якось дарох. У любым районе есть пытания, які нельга вырошить только на узронню мясовой вертыкали. А тому Максим Рыжанков пропонує не просто обмерковать гэтые темы, алей выказывать свои кропки глеженья на шляхи вырошения існующих проблем. Что оттычется далейших алёс у паперовой фабраке, то без допомоги республиканских структур тут явно не обыстись. По кольжа на предприємстве распрацаваны бізнес-плана. Наступный год без улику махчымыстю новой вытворчасті. Даразши по причине зрыва узамежными подрачаками терміна у реалізації инвестпраекта, предприємство недоотрымало каля 24 мільйонів доларів чистого пробытку летось і, прикладно, 60 мільйонів вселіта. Мы не можем себе позволить, да и любое государство не може себе позволить таких напрасных трат тогда, когда буквально осталось делать какой-то шажок и получать на выходе высококлассну продукцию, на которой уже сегодня практически выстроилась очередь за периметром нашей границы на ее получение. А кроме того, мы должны очень быстро работать сегодня и потому, что, собственно говоря, такие производства где-то тоже создаются. И мы должны быть первыми в нашем регионе, чтобы застолбить за собой и рынки сбыта, и застолбить за собой конкретних поставщиков и покупателей, значит, этой продукции. Ну, ниши заполнить, чтобы потом уже, кто придет следующий на этот рынок, им будет уже тяжелее.